Вам кажется, что это уже было? Катя решилась на героический шаг похудеть. У неё есть лишних 20 килограммов, три месяца желания заработать денег и встретить принца. Я стану такой, как они. За три месяца проекта я успела испробовать на себе десятки нашумевших способов похудения и сбросила 13,5 килограммов. Но полюбить новый образ жизни я так и не смогла. И вот я снова в плюсе. В этот раз с причинами набора веса поможет разобраться профессиональный психолог. Диетолог разработает специальный рацион, а тренер подберёт адекватную физическую нагрузку. За три месяца я скину столько, сколько позволит здравый смысл, без вреда для здоровья. Мы адаптируем процесс похудения к реальной жизни обычного занятого человека со средним уровнем дохода. И вы будете за этим наблюдать. Вот он мой тренер. Привет. Привет. Ну давай попробуем с чего-нибудь начать. Ну я не думаю, что мой физический уровень тебя порадует. Ну смотри, у нас есть площадка, когда мы приходим, мы не знаем вообще. Все думают, что я знаю только турник, но как я, девушка, женщина, буду потягиваться на этом турнике. Моя задача показать, как этому человеку, не стесняясь в первую очередь себя, выйти на площадку в тот же вечер, когда никого нет. Утром, когда тем более никого нет, все в попыхах, не обращая внимания, убегают на работу, да, ты должна будешь соблюдать примерно минимум 15-20 упражнений в день. Это минимум. Утром должна быть зарядка. Обязательно мы покажем, как использовать подручные средства, которые тебя окружают. Из разряда таких вот упражнений я буду составлять тебе комплексы, и мы будем работать со своим собственным весом тела на таких уличных площадках. Непривычно и неловко, зато совершенно бесплатно, бодро и весело. Так что мне остается довериться профессионалу. Я впервые после пятилетнего перерыва снова иду к доктору, который когда-то помог мне похудеть довольно успешно. Вдукается в своих грехах, посмотрим, есть ли у меня шанс похудеть снова. У вас сейчас нет ожирения как такового. У вас индекс массы тела приблизительно 28,7-28,5 кг на метр квадратный. То есть менее 30, но это уже избыточная масса тела. Вот эти перепады веса, они очень неблагоприятны, потому что в конечном итоге они формируют стойкую, избыточную массу тела, с которой сделать что-то будет очень сложно. То есть моя задача сейчас научиться правильно выбирать продукты и в кафе, и в магазинах, и на отдыхе. Я сейчас соблюдаю пост, возможно ли распланировать рацион питания так, чтобы исключить животные продукты на это время, но худеть. Конечно, можно, потому что это будет просто вегетарианский рацион. На питание со сниженной калорийностью теряется от 3 до 5 кг в месяц. За 3 месяца 9-10 кг. Итак, основные принципы. Дешевые продукты, бесплатный фитнес, без привязки к тренажерному залу. И главное, все это я должна полюбить. Так что в следующий раз встретимся в кабинете психолога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...